есть травы план действия на сегодня я предлагаю продукт немножко с праздниками накидал еще немножко информации тема медицина но я не знаю успели чуть-чуть его не доработал так ну что давайте немножко перейдем на более веселую тему сегодня у нас будет праздник велик день мы двигаемся с вами по учебнику для беженцев то есть гляньте пожалуйста эта страничка вот она шестьдесят седьмая была значит на 68 еще хороший праздник весенний его тоже очень люблю называется по-болгарски велик день по-русски мы его назовем пасха оба украинского волы коды да знаете что в болгарии и в украине у нас православная традиция поэтому дата именно этого праздника на совпадает дата определяется по лунному календарю поэтому здесь полное совпадение поэтому такого это важно имейте ввиду в этом году у нас 16 апреля вот велик день и он совпадет у нас 16 апреля и он совпадает в наших странах и в болгарии и мадовое упражнение 23 упражнение които да направим велик день е най големият христианский праздник той винаги е в неделя обикновенно е през април и се празднува три дни седмицата преди велик день е много важна в четвъртък боядисваме яйца а в събота правим козунаци в събота точно в 12 часа преди нощта християните които са на църква обикалят църквата три пути с запалени свещи и после ги носят вкъщи велик день е ден на светлината и надеждата в неделя на велик день всички се чукаме с яйца и ядем козунаци и печено агнешко ходим на гости подаряваме си шарени яйца и всички им се радваме много итак давайте разбираться велик день пасха самый большой христианский праздник помните вот эту приставочку на самый превосходная степень самый большой христианский праздник он всегда воскресенье обычно в апреле и празднуется три дня в алгоритре да неделя перед пасхой очень важна в четверг мы красим яйца и так наш глагол боя дисвам это красить окрашивать кому интересно существовательно боя три буквы боя это краска боя боя дисвам красить окрашивать итак мы красим яйца а в субботу мы делаем козунаци это аналог наших пасах козунак в интернет можете зайти загуглить это слово и увидите не те кто из вас уже попал на пасху прошлом году двадцать втором может быть уже видели да это традиционно вот эти калачи такие плетены немножко плетеночка которая здесь делается в болгарии тоже дрожжевое тесто идет там состав я подробности вам давать не буду я немножко воздерживаюсь вот таких продуктов я не сильно люблю тесто это так между нами я только палачинки бузьям палачинки так козунаци ну это такое традиционное попробуйте так в субботу ровно в двенадцать часов ночи обратите внимание в субботу точно в двенадцать часы праздную штаб двенадцать часов ночи христиане которые в церкви потому что здесь кстати принято всеночное которые в это время в церкви они обходят церковь церковь три раза три пути три раза с запаренными свечами а потом они их забирают домой они их заносят домой для нас откажите то есть есть такая традиция на ночной службе три раза обходить церковь я один раз была на такой службе мне очень понравилось меня пригласили мои ребята знакомые то есть я еще студенткой была они учились если она но таких ребята есть церковное песнопение и они готовились вот как раз вот по такому катейдате к пасхи ну а самремонт песнопение они готовились очень долго они очень долго распевались . они приют или меня вот на такую ночную службу, чтобы я послышала это пение. Это было божественно. Я никогда ничего круче не слышала. Вот этот вот хор, мужской хор церковный, это было что-то. Акапельно, да, понимаете, под этими сводами. Это было в городе Великотырного, там есть невероятная церковь Патриарша. И это было очень круто. Вот кто любит такое, рекомендую. Да, я осталась в восторге. Ну, мы соблюдали вот эти все ритуалы, то есть три раза мы обходили вокруг церкви, поэтому, да, это все есть. Ну, очень утомительно, честно вам скажу. Честно. Я вроде бы так. Ничего со здоровьем, но я потом с ног свалилась просто. Было мне очень трудно все это. Это ночь, это не очень тепло еще в апреле. Ночи холодно, так что имейте это в виду, это было очень красиво. Так. Дальше. Итак, Пасха, это у нас день света. Светлина, это свет. И надежда, это день света. И надежда. А в надеры новелиты. Вот это теперь перейдем. Итак, в воскресенье, на Пасху, мы все бьемся яйцами. Смотрите, здесь есть интересный глагол. Чуком. Чуком – это бить, забивать. А здесь мы бьемся. Чуком – это как бы возвратный глагол. Мы бьемся яйцами. Снова же, есть такое существительное чук. Три буквы. Особенно для ребят, для мужчин – это молоток. Чук. Молоток. Итак, мы все бьемся яйцами. Мы едим эти казунаки. И запеченную баранину. Бьемся на огнышку. На Пасху принято есть именно мясо барашка. Ягненка. Итак, мы ходим в гости. Потом дальше. Дарим друг другу разноцветные яйца. Шары не яйца. Это именно разноцветные шары не яйца. И все им очень радуемся этим яйцам. То есть, ну, это такая традиция, очень знакомая нам. Ничего особенного здесь нет. Смотрите, 30-е упражнение. Суть его отцвететы велигденскута яйца. Окрасьте, разукрасьте, да, цветите такое пасхальное яйцо. Мы это оставляем. Кто захочет, дома это сделает. Оттуда ближе к Пасхе, тем более. Давайте сделаем 31-е. Отговорят, она вы просит. Постарайтесь сейчас письменно ответить на эти вопросы. Вот я вам дам, а вы мне дадите минутку. Я, может, успею вот это, то, что я хотела, докидать презентацию. Давайте так поступим. И мы сделаем сферочку потом. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какво правят българите в четвъртък и субтитры создавал DimaTorzok Българите в четвъртък боядисват яйца, а в субтитры создавал DimaTorzok Так, колко пъти хората обикалят църквата в събута през нощта? Хората обикалят църквата три пъти. Пето, какъв ден е Великден? Но, но здесь я предлагая сматрите, щото видят. Великден е ден на светлината и надеждата. Шесто, какво ядат българите на този ден? Те ядат яйца, козунаци и печено агнешко. Какво си подаряват те на Великден? Ейта си подаряват шарени яйца. Вот так вот. Переходим к следующей теме. Вот она у нас. 24 май. Итак, давайте познакомимся. Это, кстати, мой профессиональный праздник 24 мая. Раньше только я и мои коллеги мы его празднули. Сейчас это сделали официальным праздником. В этот день дается выходной. Но в первую очередь, конечно, это праздник людей, который связан с системой образования и с языками. Ну, давайте посмотрим. Итак, 24 май. 24 май. Эды нет на болгарской ты букве, на пролитной ты цветя, на детской ты усмивки. Я сразу кусочками буду переводить. Это 24 мая. Это день болгарских букв. Он называется день славянской письменности и болгарской культуры. Вот так он называется сейчас. Но здесь в тексте его упростили день болгарских букв. Весенних цветов и детских улыбок. Вспомнимся. 1-2-4 мая. Куда-то яхмалка. Итак, я вспоминаю. Одну дату или один год, 24 мая, когда я была маленькой. В городе на Танабаба имяши много цветя. Да, там в саду, в полисайнике у бабушки было много цветов. С один гулям букет, а с трыгнах заучили что-то. С одним большим букетом я отправилась в школу. Посмотрите, мы, по-моему, этот глагол... А, или встречали, по-моему, встречали уже, да? Трыгва, трыгна, трыгнах. Да, встречали было у нас. Я отправилась в школу, я пошла в школу. Там имяши много деца и учителя. Там было много детей и учителей. Гледах красиве ты цветя. Вдесы ли ты деца. Птичах спрятали, из двора научили что-то. Итак, я смотрела на красивые цветы. Обратите внимание, что мы говорим, я смотрела на что-то. Или я смотрела на что-то. А в болгарском языке у нас предлога здесь нет. Гледах красивые цветя. То есть я их как бы наблюдала, эти красивые цветы. Я на них смотрела. Веселых детей. Птичах. Бегала, я бегала с друзьями по двору школы. Смотрите, здесь у нас в болгарском используется из предлог. Из двора. Но значение имеется, значение его в переводе означает по двору. По двору школы. То есть вы часто можете слышать такие обороты, как из города. Из бургас. Из София. Это будет означать по этому городу. Из города. По городу. По бургасу. По Софии. То есть предлог один и тот же, и в русском, и в болгарском. Но значение разное. Так, понятно. Да, я специально здесь останавливаюсь, потому что оно путает. Дальше. После этого, все дети учителя, мы пели песни и слушали стихотворения перед памятником братьям Кириллу и Мефодию. Болгарская традиция. Эти имена звучат как Кирилл и Методий. Кирилл и Методий. И сега. И сейчас, когда мои внуки празднуют этот красивый праздник, этот хороший праздник, я очень волнуюсь. Ну, действительно, в болгарской традиции этот праздник, знаете, еще таких народных фестивалей. Когда в большинстве населенных пунктов организуются очень красивые концерты. Действительно, читаются стихотворения. Поются песни. Танцевые выступления. Это очень красиво. Всегда хорошая погода. И вот очень приятно так где-то на солнышке выйти. Они обычно абсолютно бесплатные. И вот я люблю так. И посидеть такой праздник. Сразу поднимается настроение. Все в цветах. Все благоухает. Очень красиво. То есть приобщайтесь к этой традиции. Я вас приглашаю. Ну, давайте дальше посмотрим. От Говорета на вопросы. Давайте снова минутку. Потому что я закончила. По презентации сейчас выключаю как раз на гулатиске. А вы делаете эти вопросы. Пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. Так, ну что. Отвечаем на вопросы. Какой праздник? 24 май. Смотрим. 24 май. Какво правят учениците и учителите пред паметника на братята Кирил и Методий? Ты пеет песни, слушать стиховые. Ну, в принципе, и все. Четверто. Какие другие болгарские праздницы знают? Ну, давайте вспомним, что мы с вами учили. Колида. Новогудина. Различные имени дни. У нас был уже Йорданов день, Иванов день, Атанасов день. Так, потом, что нам предстоит? Баба Марта. Великден. Мы уже с вами знаем. 6 мая у нас Гиргёвден. Здесь в этом учебнике его не рассматривают. Гиргёвден. А потом у нас 3 марта. 3 марта. Национальный праздник. Есть такое, да. Потом мы с вами, кто самой с лета занимается, помните, мы рассматривали. 6 септември. Дэн на Средине нет. 22 септември. Дэн на Независимуста. Когда Болгария получает независимость, да. Дэн на Независимуста. Не куртайте. 3 марта это у нас освобождение. 22 сентября. День Независимости. То есть это не одно и то же было. Болгария, когда освободилась, она еще входила в состав Османской империи. Немножко на других условиях, но она все равно была частью еще Османской империи. И независимость она получила все-таки попозже. Там для 30 где-то была разница. Не путайте. Это не произошло всего одновременно. Болгары очень долго боролись за свою независимость. Так. И в принципе. А. И 1 ноября у нас Дэн на Народный Табудит. Это кто из вас в света? Вы вот эти осенние праздники, осенне-зимние праздники, вы уже в принципе должны помнить. Ну в принципе это основное. Да. Так. Давайте пятый. Кое любимое в Болгарске праздник? Ну здесь каждый из вас должен самостоятельно ответить. Ас убичем пырви март. Баба март. Пырви пролит эндэн. Я очень люблю этот праздник. Плюс ние всички са заткичани с мартеници. Мартеници. Пожелаваме успешна година един на друг. Повечето от нас вече имат пролетно настроение. С надежда. С воодушевление тако. Отдъхновение за пробета, за лятото. И така нататък. Аз обичам първи март. Много обичам. Кой правник обичахте най-много, когато бяхте дете? Но предполагам, че повечето от вас сега ще кажат нова година. Аз също, като дете, когато бях дете, аз много обичах нова година, защото имаше ЛХ. Това имаше много подарици. По моето време имаше дядо Мраз. Да, сега това е св. Николай. Не, чакайте, не св. Николай, дядо Коледа. Така му казваме. Дядо Коледа, тук в Пългария. И имаше вакансия. Кае Николай. На вот таквата. Так, и здесь нама ставите 34-та. Прочитайте стихотворение на Ивана Давидков. Здесь нам предлагают прочитать стихотворение Ивана Давидкова. Это только кусочек. Имейте в виду, кому понравится, можете найти в интернете. Если я что-то не путаю, это стихотворение учат в 4-м классе, и они его учат там наизусть. Но я могу сейчас немножко путаться. Плюс-минус один класс. Очень хороший кусочек. Мы здесь выбрали. Давайте послушаем. На Кирилл и Методий. Днеса праздник наивелик. Ден на наш язык. И славянский-то народе. Ден на Кирилл и Методий. С техни букви всякий ден. Ни пишем и чтем. Книжки былгарские чудесни. С приказки и родни песни. Сегодня праздник самый великий, самый значимый. День нашего языка и славянских народов. День Кирилла и Мефодия. С ихними буквами каждый день мы пишем и читаем. Книжки болгарские, прекрасные, со сказками и родными песнями. Вот так. И нам остается здесь еще одна страничка. Я имею в виду вот этого урока номер 6. Потому что следующий, если вы посмотрите, это будет номер 7. Мы его оставим уже на следующий раз. Просто он совершенно 6 другой тематики. Я не хочу путать темы. А в ту биографию мы там будем говорить о работе. Уже на следующей неделе я подготовлю вам что-то именно по профессиональной теме. То есть, что может быть вам полезно тем, кто работает, либо решит работать в Болгарии. Так. Ну, добрый. Давайте еще раз немножко сосредоточимся на этой нашей теме. У нас сейчас будет текст небольшой. Свети, свети, Кирилл и Методия. Смотрите. Вот эта страничка у нас. 70-я. Обратите внимание. Вот наш текст. А я так смотрю, что вроде бы он выведен. Свети, свети, Кирилл и Методия. Давайте я вам сначала объясню, почему два раза у нас перед Кириллом и Мефодием используется слово свети. Не потому, что их двое. Если кто-то из вас может где-то проконсультироваться, ему дадут более компетентный ответ, пожалуйста. Потому что я связывалась с филологами, они говорят, честно говоря, мы не понимаем, почему. Два раза. Но люди, которые очень религиозны, мне говорят, это, скорее всего, связано с традицией. Вот, например, в русскоязычной традиции у нас есть пресвятые. Есть святые, есть пресвятые, рангом выше. А в болгарской традиции дается, как бы для этого два слова. Святи, свети. Потому что, например, у нас есть святые Константин и Елена. Там один раз мы пользуемся этим словом. Святи, Константин и Елена. Там два раза не используют это слово. Но я сразу вам хочу сказать, что я некомпетентна в этом вопросе. Для кого это важно, пожалуйста, найдите кто-то, кто вам сможет это объяснить. То есть мне вот так объяснили, мне этого хватило. Я, в принципе, дальше не ковырялась. Итак, но с Кириллом и Мефодием видим, что мы два раза используем это святи, свети. Либо оно сокращается до двух букв. Св, точечка, св, точечка. Значит, прочитываем. Святи, свети, Кирилл и Мефоди. У нас просто есть очень много учебных заведений и других каких-то общественных знаний, которые именно идут имени Кирилла и Мефоди. Да, я сама закончила Велико-Тарманский университет. Он был именем Кирилла и Мефоди. Он так и назывался Велико-Тарманский университет. Святи, святи, Кирилл и Мефоди. Так, ну давайте. Два мата, братя. Кирилл и Мефоди. Саут Солун. Двое братьев. Даже видите, здесь стоит артикль. То есть оба брата. Два мата. Оба брата, двое братьев. Кирилл и Мефоди. Они из Солунников. Город Солун, Греция. Это болгарское его название. По-русски мы говорим Солоники. Так, они родом из Солоников. Просхиряда Олсенстоден, пэдэсэтэпэту гудина. Кирилл пищи пэрвата славяно-болгарска азбука. Която сэказва глаголица. Методий мупмага. В 1855 году. В 1855 году. Кирилл пишет первую славяно-болгарскую азбуку. Или алфавит. Создает первый славяно-болгарский алфавит. Который называется глаголица. Мефодий ему помогает. Поклесная создана кириллица. А позже была создана кириллица. Которой мы пользуемся сегодня. На которой мы пишем сейчас. Буквиты на новата азбукаса по различни и по лесни от стариты. Буквы новой азбуки отличаются. Они чуть другие, но полегче старых. Использоватки и в другой стране. Русия, Украина, Сырбия, Босна и Херцеговина, Македония. Или Северная Македония. Монголия, Черногора, Белоруссия и другие. Их используют или ими пользуются в других странах. Россия, Украина, Сербия, Босния и Херцеговина. Северная Македония, Монголия, Черногория, Белоруссия и другие. В Греции используют Грыцко-то азбука. А в друге-то стране на Европа латиницто. В Греции используют греческий алфавит, а в других странах Европы латиницу. Обратите внимание, это действительно интересно. То есть вся Европа пользуется латиницей как алфавитом. Вся Европа, исключение Греция, которая греческий алфавит, и Болгария, которой пользуются кириллицей. Болгарцы отстояли свое право оставить за собой кириллицу при вступлении в Евросоюз. Хотя был проведен национальный референдум в пользу латиницы. Но с огромным перевесом, конечно, кириллиц голосование выиграл. То есть все-таки большая часть населения, сейчас не могу точно сказать статистику, но это было больше 90%. Население проголосовало за то, чтобы оставить кириллицу как свою азбуку, как свою алфавит. Респект, однозначно. Я очень высоко это оценила в свое время. Это обошлось экономике страны достаточную сумму денег, потому что надо было в сети софтвера все-все-все настраивать на кириллицу. На кириллицу, но это достаточно серьезные процессы были. Потому что Евросоюз говорит, ребят, ну если вы перейдете на латиницу, именно алфавит вы идете на латиницу, многие процессы станут быстрее. Не надо будет клавиатуры менять, что-то еще менять. И в этом не сильно разбираюсь, но предполагаю, что это очень-очень трудоемко. То есть нам будет так проще. Болгары сказали нет. Это наш алфавит. Мы оставляем за собой право пользоваться им. Вот так вот. Так. Давайте последний взгляд. На 24 мая Болгария празднула Дениана болгарская культура и азбуку. Иси, вспомнил за братья-то святи-святи, вот она, святи-святи Кирилл и Методи. Не болгариты, убитчими и уважаемыми, много то зи-да. Итак, 24 мая Болгария празднует День болгарской культуры и азбуки. Сейчас этот праздник немножечко по-другому называется. День болгарской культуры и славянской письменности. Вот так он называется. И вспоминаем братьев святого Кирилла и Мефодия. Мы болгары любим и уважаем очень этот день. То есть есть за что. Есть за что. Так. В принципе, это то, что я... Другие комментарии у меня нет. Смотрите, кому интересна эта тема. Есть недалеко от города Шумин. Отличный музей букв. Он так и называется. Музей букв Кирилла и Мефодия. Очень-очень-очень такой приятный музей. Очень приятно там с детками побывать. То есть вы почувствуете значимость алфавита для болгарской культуры. Наверное, для всех нас славян в целом. Плюс этот музей находится недалеко от Лиски. Это самая первая столица Болгарии. То есть это все можно как бы захватить в одну экскурсию. Прииска. И недалеко находится вторая столица Болгарии. Прислав остатки этих... Руин этих столиц. То есть и вот так вот вы познакомитесь вообще с истоком появления Болгарии. Как государства. С вот этим периодом, когда создавалась письменность славянская. И как было становление вот еще первого болгарского царства. Это считается, это был 9 век. Когда создавалась Кириллица. Много интересного вы знаете. То есть откуда наши истоки. Киевская Русь. Если мы вспомним историю Киевской Руси. То Киевская Русь в это время, она как бы шла по шагам. Она была наследником того, что делала Болгария. Она как бы чуть позже проходила все эти этапы. Болгария в каких-то вещах была первопроходца. Снова же историки могут меня поправить. Пожалуйста, комментируйте. Я вам говорю просто с позиции обывателя. Не больше, не меньше. И позиции тех чувств, которые я испытываю. Когда я сравниваю украинскую культуру. Например, болгарскую культуру. Вот эти веки. Они во многих точках даже где-то пересекаются. Очень похоже. Кому это важно, кому это интересно, вот рекомендую. Близко и прислав. Еще раз, да. Район города, областного города Шумин. Это в тех краях находится. И вот с детками можно там побывать. Им будет это интересно. Впечатляет. Меня лично очень впечатляет. Так. А теперь мы делаем упражнение. Итак, 36. Верно или Грешно. Итак, ну давайте сразу ждем. Първо. Кирил и методи са бряти. Вярно. Кирил и методи са от София. Не, Грешно. Те са от Солун. Трето. Те пишат азбуката през 1855 година. Не, те пишат азбуката през 855. Т.е. без хиляда. Азбуката ни се казва латиница. Не, не, не. Азбуката ни се казва кирилица. Пето. В Европа има само една официална азбука. Не, в Европа има три официални азбуки. Латиница, грецката азбука и кирилицата. Често. На кирилица пишат само българи. Не, вече знаем, че на кирилица пишат и в Русия, и в Украина, и в Сърбия, и в Северна Македония, и в Босна и Хиркалия. В Цеговина, в Черногора, и в Монголия. Но, если я не ошибаюсь, в Монголии они все-таки уже перешли на латиницу. Была кирилица 100%. В Казахстане тоже была кирилица, но потом они перешли на какую-то другую азбуку. Доброе. Так, сэдм. 24 мая. Это нет на Былгарской культуре и азбуке. Да. Хотя само официальное название, они его как-то там немножечко видоизменили. То есть этот учебник уже немножко неактуален, староват. Буквально года три назад, два-три года назад, парламент Болгарии. Там они проголосовали немножко, чтобы поменять это название праздника. Осму. Был, говорит, урожай праздника на свете, свете Кирилла Методик. Да, ты много углаживаешь. Действительно, это очень праздник, к которому трепетно относятся. Все. Все. Давайте так. 37-е. Задать и вопросик контекст. Помните, как я вам иногда предлагаю? Давайте я вам буду предлагать русскоязычные версии, а вы будете делать как бы перевод, чтобы у нас была база для сравнения. Единственное, что буквально секундочку, и я возьму тоже бумагу. Так, чтобы мне было тоже где-то записывать. Кстати, обратите внимание на грамматику этого текста. Обратите внимание, это вам будет интересно. Посмотрите, весь текст, хотя это исторический какой-то текст, он ведется в настоящее время. В болгарском языке это очень популярно. Так называемое историческое, или настоящее историческое время. Настоящее историческое время. То есть, когда мы рассказываем какие-то события прошлого, мы можем их рассказывать в настоящем времени. То есть, пользуйтесь этим. Когда вам надо будет рассказать какие-то события, что произошло в какой-то период времени в вашей жизни, или историческое какое-то событие, спокойно переходите на настоящее время. Это нормально. Это вам очень поможет легче пользоваться языком. Видите, да? Текст идет в настоящее время, не в прошедшем. Не в прошедшем. То есть, вот такой моментик. И сейчас мы будем также составлять вопросы с вами к этому тексту. В настоящем времени. По-русски, может быть, оно не будет звучать хорошо, но я вам умышленно буду давать сразу конструкцию в настоящее время, чтобы вы их переводили на болгарский. В болгарском они будут звучать отлично. Поэтому сразу приношу извинения. Может быть, немножечко закоряю структуры в русском языке. Итак, первое. Так, давайте сделаем с вами вопрос. Когда Кирилл пишет первую азбуку? Когда Кирилл пишет первую азбуку? Давайте второй вопрос. Где используют Кириллицу? Где? Я имею в виду, в каких странах. Давайте сделаем, у кого получится. Давайте сделаем, где. Это просто попроще вопрос. И в каких странах. И так, и так. Как будет, как два варианта. Где используют Кириллицу? Кто чувствует уже силы, сделайте. В каких странах используют Кириллицу? Давайте сделаем третий вопрос. Какую азбуку используют в Греции? Так, четвертый вопрос давайте сделаем. Как называется праздник 24 мая? Как называется праздник 24 мая? Давайте пятый вопрос. Пять вопросов сделаем. Давайте такой еще вопрос сделаем. Почему болгары любят и уважают этот день? Почему болгары любят и уважают этот день? Продолжение следует... Почему болгары любят и уважают этот день? 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 Ну, давайте проверим. Итак, первое. Кога Кирилл пише первого азбука? Второе. Къде използват кириллцата? Либо ще се изможно бъде ще издават вариант в кои страни използват кириллцата? Трето. Коя азбука използват в Гърце? Четвърто. Как се казва празникът на 24 май? Как се казва праздникът на 24 май? И пето. За что българиты обидчат и уважават тозиты? Так, есть. Следующая тема, седьмая, мы ее оставляем с вами на следующую неделю. Она называется автобиография. Как мы понимаем, это будет уже какая-то тема, связанная с профессиональной реализацией. С поиском работы, с прохождением интероидов и так далее. Так, все. Здесь мы с этим учебничком останавливаем. Я его закрываю. Я сейчас буквально на секундочку выйду и зайду с другого ноутбука. А, я вам сейчас скину, чтобы кому удобнее смотреть презентацию на Google Диске, я вам скидываю ссылочку и сейчас секунду присоединяюсь. Все. Итак, нас свеждано в больнице. Это значит на посещении в больнице. Свеждано посещение. И свидание в том числе. Для больниц мы используем русский язык и слово, да, посещение. Итак, смотрим. Начинаем с того, что какие-то конструкции я вам полезно заготовила. Пользуйтесь. Где успела, даже оставила кое-кде ударение. Итак, как си, либо же как сте создравит. То есть это вопрос о здоровье. Как ты, как вы по состоянию здоровья. Вот так было, говорит, задается. Как си, как сте создравит. Либо как эздравословно тути, как эздравословно туви состоянии. Даже не буду пробовать переводить, но суть, я думаю, вам понятна. То есть как ваше состояние здоровья. И смотрите, какие бывают варианты ответов. Конечно, их может быть значительно больше. Ну, что такое самое используемое? Нормално. Нормално за возрастом. То есть нормально на мой возраст. Нормално за возрастом. Что еще можно сказать? Болен сам от грипп. И на мие дубре. Я болен гриппом, и мне нехорошо. В принципе, грамматика более-менее вам должна понятна быть, что такое ми, дать ему падеж и так далее. Кому это сложновато, ну, надо. Надо просто ситуация такая, что надо объясняться, заучивать их на изучение конструкции. Со временем вы будете разбираться, почему такая грамматика. Дальше. Имам воспаление на выбрецты. Или выбрецты мисовоспаления. Итак, имам воспаление. У меня воспаление. Выбрецы – это почки. У меня воспаление почек. Да, либо почки. Мои почки воспаленные. Воспаленные. Выбрецы. Одна почка будет выбрек. Выбрек. Выбрецы. Кому надо, записывайте. Фиксируйте. Следующее. Бях малку болен носа гасам дубре. Итак, я был, либо была немного больна. Хотя здесь нет, здесь мужское. Бях малку болен. То есть мы, женщины, бы сказать. Бях малку болна. Бях малку болен. Я был немного болен, но сейчас у меня все хорошо. Сейчас у меня хорошо все. Носа гасам дубре. Дальше. Направикси-операция от язвы на стумах. Здесь я даже выделила вам предлоги, которые будут использоваться. Направикси-операция от язвы на стумах. Итак, я сделал себе операцию. Ой. Язвы желудка. Волгарском. От язвы. Язвы желудка. Стумах желудок. Что еще может быть? Оперирахами от аппендицит. По-русски говорим аппендицит. Болгарско аппендицит. Оперирахами от аппендицит. То есть мне сделали операцию на аппендицит. Оперирахами аппендикса. Мне прооперировали аппендикс. Направихами операция от херния. Мне сделали операцию на грыжу. Наверное, так правильно просто на грыжу. От грыжи. Видите, в болгарском мы говорим от операции, от херния. Херния – это грыжа. Херния. Но. Стоит значок «но». То есть будут еще другие конструкции. Смотрите. Направихся операция на глават. Я сделал операцию на голове. Направихся операция на сарцет. Я сделал операцию на сердце. Либо же, смотрите, через равно оперерансом от сердца. Не знаю, как это даже по-русски красиво сказать. Да, мне прооперировали сердце. Оперерансом от сердца. Обращайте внимание на эти предлоги, конструкции. Оно для кого актуально, конечно. Потому что мне по-русски даже это операторно сформулировать. Я вчера созванивала со своей знакомой, врачом нашим с Украины, чтобы она подсказала мне по-русски это правильно сказать. То есть я немножко не знаю. Так. Направихся операция на выбор. То есть я сделал операцию на почке. На почках. Либо же оперерансом от выбор. Выбрать сердце. То есть она вот справа немножко по-другому случится. Оперерансом от выбор. Смотрим дальше. Направихами операция на сердце. То есть мне сделали операцию на сердце. Здесь у меня у нас было направихси. Это я себе сделал операцию. А там направихами операции. А там мне сделали операцию. Это у нас желчка. Желчный пузырь. Имам операция на желчка. У меня операция желчного пузыря. Желчка там я оперирована. Мой желчный пузырь оперирован. Дальше. Упереракси сливиците. Сливиците это миндалин. То есть я прооперировал свои миндалины. Из вадих сисливиц. То есть мне удалили. Видите, в болгарском... Мы говорим, мне удалили. В болгарском говорили, что... Говорят, что я удалю миндалины. Из вадих сисливиц. Ну, ясное дело, я не мог сам себе это сделать. Мне это сделать. Но суть такая. У меня теперь вот это окончание хлы. Я почему-то этот материал. Мы уже немножечко зацепили в прошедшее время. Вот окончание хлы, это окончание прошедшего времени для аз. Я это сделал. Из вадих сисливиц. Удалил себе миндалины. Ну, в принципе, звучит по-русски. Так. Смотрим дальше какие-то конструкции. Утивом на исследование. Я иду на анализы, на обследование. Утивом на исследование. Утивом на прогляд в Волнитска. Я иду на осмотр. Интернет. Это у меня, извините. Не знаю, как у меня проблемы. Утивом на лекарь. Я иду к врачу. Утивом на лекарь. Утивом на зыбу лекарь. Иду к стогматологу. Утивом на нагревки. Это прогревание. Утивом на нагревки. Но утивом при лекаря до сэ проглядом. Чтобы осмотреться. На осмотр. До сэ проглядом. Утивом домевадит зыб. То есть я иду, чтобы мне удалили зуб. Буквально вадя это удалять, вынимать, вырывать. То есть я иду, чтобы мне удалили вырулью зуб. Утивом домебиот инжекции. Я иду, чтобы мне поставили укол. Ставить укол биоинжекции. Утивом доми измерят крыльноту на ляганы. Я иду, чтобы мне померили кровяное давление. Крыльноту на ляганы. То есть эти слайдики остаются у вас. Не дай бог надо будет. Обращайтесь к ним, чтобы правильно сформулировать масло. Так. Дупраем. Немножечко мы съехали. Но должно быть где-то здесь, в этом районе. Крыльноту ми на ляганы э. Мое давление, да, крыльноту. Мое давление, крыльноту ми. Мое давление такое-то. Там можете называть свои цифры. Крыльноту ми на ляганы э. Даже не знаю, как оно. Дальше. Имам високу крыльну. Имам нормалну крыльну. Имам нормальная низкая давление. Дальше. Крыльноту. Здесь можно будет добавлять слово и на ляганы. Крыльноту на ляганы. Крыльноту ми се повишава. Крыльноту ми се нормализира. Крыльноту ми се понижа. Пада. То есть мое давление повышается, нормализируется, понижается. Либо же падает. так пи что мы можем пить здесь уже принцип будет аналогично без сироп сироп либо же таблетки хапчета поля устаревшего же словом почти не пользуется но все-таки на всякий случай что вы понимали если вы услышите слово хапчи что такое с интернетом хапчи таблетка в современном болгарском как-то последнее время я чаще слышу слова таблетка не запутаетесь пья траху бы это порошки прах порошок также буду слова праха значит наша бытовая по полочкам пья траху вы порошки либо же лекарства на правах хорошо дальше по поводу уколов как мы говорим ставить уколы делать уколы бия либо же слагом с инжекцией на какие у нас виды бывают уколов мускулная инжекция вынозначно и последние мажесы смех лям кто вникал во вторник презентацию там уже было словами хлям это мазь мажеса смех лям то есть я мажу смазь махля в принципе все у меня есть там еще больше я брала основной методички если вам тихо тихоньку буду давать частями думаю пока вам этого вообще желание не болит но когда надо знает мучиться стресс давайте посмотрим здесь еще может быть вон этот диалог полезен снова же мы отработаем немножечко и прошедшего времени которое мы сейчас с вами изучаем итак нас выжданы в полность на свидании или на посещение в больнице сразу скажу я делал этот меня составляла то есть я его взял саду ну и очень старую чек рекомендации это чисто для учебных серый для отработки болгарского закона больше не меньше никакой никаким больницами здесь не делаю рекламу ничего не призываю следовательно какой-то информации которая есть в этом диалоге я к медицине отношусь очень 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 аккуратно и там реально понимаю что это очень ответственно так но язык мы учим давайте где у тебя куда ты идешь нас вижданы вы в военно-то болицы да на посещение да на свидание военную больницу это в софии военную больницу и аз там у тебя и я туда иду при кого кой болен кому при кого кому кто болен эдин приятелся с чупи каркал в неделе бяхмена витуша носки там падна вэднага извиках мелинейка и год кархна в болнице там сагу уперирали ошки сэште дэн и сага каркутноя в гипс давайте разбираться один приятелся с чупи вот наш глагол чупя чупя ломать что он сделал один мой друг он себе сломал ногу в воскресенье мы были на витуши это гора в софии воскресенье мы были на витуши на лыжах носки скетал вот актуальность там падны он там упал это кстати глагол прошедшим и так вэднага тут же моментально сразу же мы вызвали скоро линейка скорая машина скорой помощи называется болгарском линейка и так мы сразу же вызвали скорую и отвезли его в больницу от карах завезли там сагу уперирали ошки сэште дэн смотрите вот это вот это одно из прошедших времен которые мы с вами будем рассматривать в конце уровня а2 не торопимся но я думаю саму суть вы понимаете что там его там его прооперировали сразу же в тот же день ошки сэште дэн еще в тот же день в этот же день и сейчас его нога в гипсе горки от а за что на сагут королев пирогов горки от такой знаете восклицание божий бедненький бедненький горки от бедненький почему его не завезли в пирогов пирогов это очень большая больница именно скорой помощи в основном когда вызывают скорую отправляют всех в пирогов там огромный такой распределительный центр скоро е помощь так неговият баща е най-добрият ортопед в военна болница професар василиов той го оперира и сега му е ликуващ лекар са два дни ще си отиде в крещи и тогава там ще ходя да го вижда ако искаш что-то за дыня куб да за запознаешься и так его отец самый лучший ортопед военной больницы профессор и селин он его оперировал и сейчас он его лечащий врач через два дня за два дней через два дня он вернется домой что сидит и в крыше он вернется к себе домой и тогда я туда буду ходить чтобы с ним повидаться это будущее время мы его рассматривать старайтесь уже его воспринимать адекватно тогава там что ходят аж когда я туда буду ходить поискому домой чтобы с ним повидаться ако искаши если ты хочешь что-то заведение акульку я тебя отведу имеется ввиду к нему я тебя отведу заведу мог какой-то раз не акульпы в какой-то из разов даст и запознаешься чтобы ты с ним познакомился нямам ничто против но на знам далее удобно а не имею ничего против запоминьте оборот лично я очень часто меня вам ничто против не имею ничего против но я не знаю удобно ли это с этой частицей далее мы с вами будем знакомиться она не имеет аналога русском языке далее удобно ли мы при переводе как бы пользуемся ли и ставим дали удобно ли о прокат ну долгу чтобы дать гипс о его нога каркад его нога долго еще будет гипсе около месяца мада может до излезать крышки около месяца он не сможет выходить из дома так как же что ему будет приятно атака то есть таким образом ему будет приятно между впрочем той добрый шахматист между прочим да как бы между прочим кстати да как русская между впрочем он хороший шахматист предполагом че няма да има ничто против да се запознае с 1 мастер на спорта предполагаю что не будет не иметь ничего против познакомиться с одним мастером спорта чудесно другого непременно что дое дадо се запознае с ногу и что играем шах прекрасно чудесно чудесно тогда я непременно придусь мы познакомиться и мы поиграем шахматы играем шах играть шахматы еще один слайдер ати при куготиваши а ты кому идешь дядуме в отдалении то забыл дробь гулявания вспоминаем что такое белдроб или белидрубове белдроб как один орган белидрубове это как это парный орган что это что у нас это легкие и так мой дедушка диадуме это мой дедушка для тех кто похож разобрался с семейной лексикой это не дядя это дедушка в аварском языке диадуме мой дедушка находится в отделении заболевания легких белу дробнее заболевание заболевания легких то есть рада у вас он страдает вас поэтому часто приходится лежать в больнице вчера пак получи криза вчера он снова получил вы переведите на рост не могу сориентироваться как они правильно то есть приступ наверное вчера у него снова случился приступ тоже кому надо у кого очень пожилые есть родственники здесь запаситесь этих терминов получи криза произошел приступ вчера пак получи кризис снова произошел приступ дежурная команда это у нас дежурная команда экип команды дежурная команда скорой помощи не смогли ему помочь успеха смогли у них это получилось не успеха они не смогли у них не получилось ему помочь вот оборот не успеха даму бумагу и года карах и они его завезли в больницу к лечащему его эндокринологу эндокринолог ударение в конце эндокринолог вообще в болгарском языке вот эти специальности медицинские они когда у них ударение смещается в конец невролог кардиолог эндокринолог гастро и ой все же пьяни сам я уже сама пытаюсь и вас как мне не все хватит остановить так стыга у тивом в виде как и и дому заносим малку плодовая и соков и сейчас я иду чтобы посмотреть как он и принести ему занести ему немного фруктов и сока буквально соков и ордон нужно со своим плод обуви сок соков и так дальше на какой этаж и отделение туза выпрышенные болезни болезни внутренних органов я вчера не проконсультировалась как просто выпрышенные болезни 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 внутренних органов на пойти на пятом а ортопедии это отделение ортопедии до ортопедии где ортопедии это на второй этаж но то есть хирургия на третий этаж ортопедии на втором так разобрались а как вот и машна река то а что у тебя на руке еще будет ситуация когда надо обратиться к медицинской помощи смотрим что здесь они еще проговорили день акуку и цитуразах с ножа и на уборных внимание на тула и так несколько дней назад предель акуку дни несколько дней назад я порезался ножом и не обратил внимание на это следующий день арана тассы воспали и започна до набирая и так на следующий день арана воспалилась и начала набираться имеется ввиду гноем започна набирая утиду на лекар я пошел к врачу то я промене почисти привырзая и так он ее то есть рану я это ран помните это у нас форма винительного падежа для меня тя тя рано то я ее он ее промыл почисти и и ребинтовал привырза и ребинтовал но пак нами надо очень интересный оборот смотрите что он значит так это снова но снова не проходит пусть она не вылечивается не проходит на имена во мы этот глагол может быть нам попадалось но может быть нет я его обычно даю чуть позже это глагол движения на вам это проходить вот проходить как пешевод я прохожу например по площади на вам то же самое буквально она используется в болгарском языке для каких-то болезней не проходит то есть я лечусь лечусь она не проходит на имена во то есть буквально можно этим глаголом пользоваться и в одном контексте что я иду двигаюсь прохожу там мимо памяти не надо и пробок течение болезни она не проходит боль не проходит тогда все хочется но пак нами на шарами сложи одна инжекция вчера а он не сделал укол утре так что ходе на прибрызг завтра я снова пойду на перевязку прибрызг перевязка перед так ну и после пройдения куку гудене и астакаса курязов несколько лет назад пройдения куку гудене несколько лет назад я также порезал после был бы она она не зарастала потом дотка или длительное время рана не зарастал ни зарастал не назараста на а не зарастал у свентува с его каза че за сегнат нерв кроме того оказалось у свентува кроме за оказалось что задет нерв и до саган немного добре и да вижи голямя по крысам десна торга И по сей день, до седа, по сей день, до этого момента, я не могу хорошо, то есть свободно, мы говорим, я не могу свободно, легко, свободно двигать большим пальцем на правой руке. Что нас здесь может интересовать? Да, сидвижно, это двигатель. Улемия прыст, это большой палец. Прыст, вообще-то палец. Имейте в виду, прыст, палец, но в болгарском языке слово палец. Палец. Палец означает только вот этот именно большой палец. Да, у нас пальцы бывают имеют свои собственные названия. Вот русское слово палец, в болгарском используется только для большого пальца. Все остальные пальцы у нас будут прысти. Так, и дясна, тарака, мы помним, что это правая рука. Дясна, тарака. Так, есть. Но не болит, но не болит. Не болит. Мы такие конструкции с вами уже учили. Это не совсем новое. Честно, освежайте в памяти. Особенно, если учина не болит. Не болит. Ну и последнее, она отправляет и два высыкачиваем. О, подъезжает троллейбус. Давай запрыгивайте. Так, высыкачиваем. Это подниматься в троллейбус. Либо в любое другое транспортное средство. Вот так. Вот так вот. Все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Сохраняйте себе эти материалы. Желаю не болеть. Справляться с ситуациями. И следующую неделю я планирую более уже такую продуктивную, более такую освещенную. То есть мы будем двигаться снова к получению для беженцев. И я буду давать материалы уже больше, которые будут касаться какой-то профессиональной реализации. Айде оставим ви. Приятели садобът ви пожелавам. И до втора минука. Чао, чао на всички. Да се пазите. Чао. Субтитры подогнал «Симон»!